Высочайшим приказом по гражданскому ведомству августа 24 дня 1865 года назначен управляющий Вологодское отделение Государственного банка статский советник Пётр Потапович Шелихов. Глашатай с 19 века встречал гостей дня открытых дверей в Вологодском отделении Центрального банка России. За более чем 150-летнюю историю у ведомства сменился не один управляющий. В конце 90-х банкиры переехали в новое здание. Неизменным осталось одно – цель учреждения. Это укрепление рубля, банковской системы и бесперебойные платежи. Монетки бывают разные. Бывают монетки дефектные, попадаются гнутые монеты, попадаются в упаковках. Эти монеты изымаются из обращения, а больше в обращении не выпускаются. А дальше мы их отправляем в соответствующие учреждения Банка России, которые её уже утилизируют. С оборудованием для счёта денег и выявления подделок, а также новыми банкнотами познакомили юных волокжан. Отдельной станцией путешествия по учреждению стала выставка «Магия театра». В коллекцию вошли 19 монет, посвящённых искусству. В этом году у нас из особенностей мы показываем и анонсируем выставку монет, посвящённых театру. Как вы знаете, у нас в этом году год театра. Центральный банк вот такие выставки проводит во многих городах. К середине октября выставка переедет в Вологодский драматический театр. Отметим, что день открытых дверей прошёл в Банке России в четвёртый раз. В этом году было уделено внимание финансовой грамотности. Посетители узнали о защите от кибермошенников и биометрической системе.